мы находимся на дав юдалев мудалев дарыш раба бара вуна дарыш раба бара вуна что это значит что он сказал дрошу то есть видно он сказал такого лоху при большом количестве людей дарыш дроша что он сказал раба бара вуна мутар лишь он выкили афальпиши ешлагагу афальпиши гвасара можно спать в киле в суке даже которая или выше 10 твахим и даже который из гаг то есть это не по одному из мнений которые до этого мархаде это не проходит то есть пор все соглашали что есть есть гаг если есть крыша и она выше 10 твахим стиладони все соглашались что это называется ой что называется по русски шатер такой внутри суки поэтому вызывает 6 сижу в шатре в даре суки они в суке не под крыши суки об от крыши шатра который суки поскольку одессе они же 10 твахим или она без крыши тогда есть нас менее что это называется еще шатер который внутри суки это как больше похоже на дело на запросе до такой когда это на чек накрылся дьям тут нормально когда человек сделал по себе построил там какое-то здание внутри суки то это плохо вопрос где проходит граница это как раз вопрос который нас интересовал то есть помню считали что есть есть высота 10 твахим и есть крыша то есть она не сделана как палатка сделана как крыша то все согласны что это не нормально сейчас нам приходит новое мнение тоже нормально киман как толку по каком мнению найдет киман караби юда как раби юда домыр слойте ой лара и умывата ловил кива что это значит что у нас есть спор очень большой который по всему ша сукова по всему масса их от сухот проходит не только последствует относится но и сразу его нахо тоже как мы уже видели что 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 рабида считает что суха должна быть ойл кива что суха должна быть dira tqeva то есть какое-то постоянное жилище относительно а мудрецы считают что должна быть ира тора временное жилище мы уже сказали такую вещь что каскаде это не совсем точно как сказать сейчас находится в гране то есть по раби удара она должна быть вамашки вы уже видели несколько этому проявлений каких-то алых от брабона должна быть а рай на время жилищем но что время жилищно слишком временно тоже плохо сиська это грань, которая уже проходит ниже этого. Как вам придерживали пример, что все согласны, значит, что рог, который ломутся мацуя, если есть ветер, который часто в этом месте бывает, ну, ветер, который, как сказать, часто встречается ветер, если сухка не может его выдержать, то это не называется сухка даже по мадридзам. Почему? Потому что это вещь, которая слишком раньше называется. Ну, а что у Робьи должен быть кем? В какие мы видели эти примеры? Это мы первый пример мы видели с самого начала, так объяснил Робопом, что если сухка выше 20 локтей, то по Робьи это кошерно, а по Робону это псули, объяснил там один из кто-то из Мамуро, Мамусил, по Робо, и Робро, Бом. Что почему? Робьи это кошерно, а по Робону это не кошерно, потому что Робиды считают, что сухка это дират кеба, что должно быть как похоже на постоянное жилище, сделано как постоянное жилище, а мадридцы считают, что это дират рай, должно быть временно жилище, сделано как временно жилище. Поэтому Робьи это кошерно, по Робьи это не кошерно. Второй пример, который мы разбирали в нашей Мишне уже, «сouxка» по суке если верхняя сука выше 10 твахим но нее пора пошмурим ее честно будем сейчас все разбирать ненепошно рика халаха но что называется что там когда-то вообще нельзя зайти сразу пойдет то это называется все согласно жить называть ука пускай почему потому что это не бывает сук а то него золото зайти их истон такое схах на который чех наступает он сразу проваливается это не называется сук а будь сукой почему то что такой сукой она вообще не называется даже время ты И если же там можно хорошо положиться, положить эти самые тяжелые матрасы, то все согласны, что это не кошерно, а если там то, что называется, или дед хак, объясняет рамбам, то есть там может зайти, но она сильно качается, как сказать, нужно аккуратно себя вести, что называется. Называется, там может быть, или дед хак, там может быть, ну, с трудом, с напрягом, ну, так. Тогда что, парабюди, это не называется сука, почему не называется сука, потому что верхняя сука не называется сукой, почему не называется сука, потому что сука должна быть дыра от кэба, постоянное жилище. И поэтому нижняя сука осталась кошерной, это не называется сука под сукой, потому что верхняя не называется сука, это парабюди, парабюди, поскольку там таки можно туда зайти. Вариант то, что 3D от хак, с трудом, ну, можно, что называется, там будет качаться, еще что-то неудобное, не комфортабельное, нельзя поставить тяжелые матрасы, можно поставить только какие-то легкие матрасы. то что парабон это все равно будет сука, почему сука, потому что достаточно диратарай, там с трудом, но можно быть, значит называется диратарай, временное жилище, в качестве временного жилища это нормально, поэтому парабон это называется сука под сукой, верхняя сука называется сукой, если нижняя сука становится, это автоматически не кошерная, потому что это сука под сукой, а парабью это будет нижняя сука кошерная, потому что не называет сука под сукой, потому что верхняя будет сукой. Здесь у нас еще один пример Какой еще один пример, который к этому Тоже относится к спору Что мы говорим, что Если есть киля, которая действительно вахим Несмотря на то, что эта киля, она действует вахим высотой И у нее есть крыша Все равно это вещь, которая по отношению к суке Параби-юде, это называется ойля-рай Называется временная вещь Потому что киля это временная, как можно сказать Киля это вещь, которую ставят, убирают, ставят, убирают Такая складная, не знаю, что это такое Поскольку сука должна быть Называется параби-юде дирас-кева Какое-то более-менее постоянное такое Жилище, не знаю, как это перевести, дирас-кева Поэтому параби-юде никакой нет проблем Его спать в киле в суке Парабонан, поскольку сука, это тоже Менее постоянное жилище должно быть Называется дирата-рай Временное жилище Поэтому парабонан в такой киле Спать нельзя в суке Называется не вышел Идейху войсу Это идет по Махлокис параби-юде и рабонан, так мы сказали Откуда мы знаем Где мы это видим Мы уже сказали немножко сворот Но есть Мишна Да и, как сказать, мы форешат Мишна более понятная Что в этом есть тоже спор Раби-юде-раби В этом похожей ситуации И спор между рабонан и раби-юде Это Мишна Надавкафа-мутбет Который Гмара сейчас приводит Накафа-мутбет Накафа-мутбет Омра-юде Но агин аину лишон Таха-тамитаби Фнея с хенем С генем Что-то сказал Раби-юде Что у нас было принято Спать под кроватью в суке Из-за того, что были Старики-старики То есть мудрецы Что это значит Что сука была Она, видно, не хватало места И там были с генем То есть там были Мудрецы спали на кроватях Кровати были высокие Здесь и твахим А ученики, у которых не было места Для постановки поставить кровать Они спали под кроватью Под кроватью Это что такое Это 10-го Несмотря на то, что выше 10-го хим Они там спали Почему они там спали под кроватью Потому что они считали Говорит Раби-юде Это нормально Почему это нормально Потому что Раби-юде считает Что сука это называется Оиль-Кева А под кроватью Это место, которое называется Оиль-Арай Потому что это вещь, которая Как сказать Она под кроватью Эта вещь не сделана Для того, чтобы находиться И это вещь, которая Называется Оиль-Арай Поэтому по Раби-юде Можно спать под кроватью Мудрецам нельзя Давай прочтем эту мешну Мишне говорит, что он спит под кроватью в суке, не выполнил митцву. Это называется, что он не выполнил митцву, потому что называется ойль мавсик. Называется, что он спит в шатре, в здании, которое под суку, а не в самой суке. Он рабьюда, и рабьюда с ним спорит, и говорит с первым мнением в суке, с первым мнением Мишне спорит, и говорит, что он рабьюду любит шатре, этоondi и мучение этожий цикл, и не Kelsey испан cash, а потом стыд еще их испытывает. Так, у нас принято было, что мы спали, перед, shy few убитой, сколько не было места, мы спали под кроватью, но мудрецы ничего не сказали. Ойка бил он, дом 쓰ions, употребляли митцву, а у народ л誩с, хорда д labeling Л Hall и говорит спишись злаюں рак, потому что считают рабьюда, что суканя называетсяóелькево, под кроватью место называетсяle гостей рак, Игмара говорит, что говорится кровать, которая высотой 10 твахим есть. В любом случае, так у нас получается, это то, что у нас написано. Ноги на юноши, так это металлик на эскене. Он спрашивает, зачем надо было Рабе Баравуны говорить, что можно спать в киле, которая выжит из твахима, у которой есть крыша в суке? Можно было сказать, что Раба Баравуна так сказал, что можно спать, очевидно, что он имеет в виду. Будут сказать, что Лоха идет, как Рабьюда, если он считает, что Лоха Рабьюда, зачем вы говорите, как будто он сказал новую лоху, которая ни от чего не зависит от каких-то предыдущих. Скажешь просто, что Лоха Рабьюда, и можно будет понять, почему он сказал такую вещь, как будто он сказал какую-то новую, которую никто никогда не говорил. Начинает говорить, а, и Омар, Лоха Рабьюда, если бы он так сказал, а я бы думал, что под кроватью можно спать. Почему под кроватью можно спать? Потому что кровать сделана, чтобы на дне спали, а не под ней спали. Потому что ее как бы, когда ее делают кровать, и когда, как сказать, назначение кровати, чтобы спали на ней, а не под ней. Получается, что под ней это называется ой-эля-рай, а валь-киля, а валь-киля, до лисо и хасуя-киля, которая сделана, для чего она сделана, чтобы спать под ней. Для этого ее делают, чтобы спать под ней, не знаю, от комаров, от чего ее делают, чтобы было там приятнее, чтобы не жарко было, чтобы, не знаю, или просто жарко было, не знаю, какой причиной ее делают. в наше время почему так особо никто не делает, я не знаю, не делал, если дело было до хины открывать, по-моему, нет, я только в музеях видел, квартиры Маньки, кто, а, делал, да, кто, может делать, не знаю, какие, кто, а, валькилия, одолецо и хасуякилия сделала, чтобы под ней спать, я подумал, что это называется, что даже Рабиду согласен, что в этом плохо, потому что у него есть одно и то же объяснение, логическое заключение, что это называется постоянное жилище, постоянный шатер, не знаю, как, вещь, которая у него есть какое-то постоянство, какая-то крепкость, какая-то такая предназначение, на, ну, ты должна устойчивость, акилия или под кровать, этот место называется оиля рай, временное жилище, которое нету постоянного, но сам, поэтому не приходит оиля рай в адрерво, не приходят не временно жилища, как бы, отменяют постоянное жилище, мы говорим, что человек находится, как бы, в суке, а не в этом оиле, ложь на амета, ложь на кили, не важно, это под кровать, или не важно, это под кили, в любом случае, это кошельно, так считает то мы закончили эту мишну и начнем сейчас следующий мишну немножко начнем просто мишну и для алиса гейфен веса глаз веса кисус значит есть три растения которые мишна привела которые называются вьющиеся растения вьющие растениях можно как сказать дерево обычно его с места на место не звенешь вот так чуть-чуть можно а виноград его спокойно можно лозди там есть который как называется тонких можно перенести даже с одной стороны другую перейти на разумных на не знаю сколько на 90 градусов на 108 градусов не знаю что было делать человек построил сукуп крышу не построил вместо крыши туда и для аллея то есть туда направил с длаат длаат это тыква то есть тыква тоже вьющиеся растения эти самые большие тыквы не знаю что веса кисус кисус тоже какое-то вьющиеся растение говорит раньше что это ира была зву не длака гефен на древнефранцузском это значит и называется ира висиха и вначале веса глаз для с гефен то есть гефен то виноградник или глаз это сегодня такие тыквы не фашлы тыквы тоже как видишься растение веса кисус тоже какое-то вьющиеся растение висиха хоргаба и на это положил еще с хах сула это суга не кашер и моя сику хорбэмээн а если суху было больше этого этих вот этих самых палок это не палок этих как называется лоз не знаю как называется этих растений почему это не кашера потому что мы знаем что что сах должен быть на муху барон не должен должен быть таким что он не прикреплен к земле он должен быть не растущего земля но же быть причем от общаться без похабель гурный хво век веха как мы увидим то коши значит о и тогда я тогда я стоишь здесь и было больше с хакашем положено это положено еще какие-то листья и вы не знаю что листья пойму еще что-то положил так что стало больше то есть он Он использовал это как в качестве маммит, в качестве вещь, на которой кладут схах. И оши кэцэцан, или он отрезал эти грозь, не грозь, а как называется, лозы отрезанных. Как только он их отрезал, они стали кошельным схахом, потому что это стало обычные ветки, которые совершенно замечательные кошельные схах. Все время, пока они растут от земли, значит, из прегребленных землей, это не называется схах кошельный, потому что называется, мы будем учить, что нужна вещь, которая именно не растет уже. Агата кто ее отрезали? Эти лозы отрезали. Это когда они стали кошельным схахом. Кшра заяклялял это общий правило, коль шльхум и кабель тума, любая вещь, которая получает ритуальную нечистоту. Вой эньги ду ло минаар ц, любая вещь, которая не растет из земли. Эйн ми саха хинбо, она не годится для схаха. Нельзя ее сделать за свою схаху. Вой коль давар ши ху Maurice в той темы, любая вещь, которая не получает ритуальную нечистоту. Ве гиду ло минаар ц, и она растет из земли. И Месаха Хинбо, это Кошерный Схах. Откуда это учиться мы посмотрим? Раша приводит уже, написано Хага Сукот, Схедаха, Меоспехо, Ме Горныхо, Ме Квехо. Значит, написано в Таре, что сделать себе Схага Сукот, праздник Сукот, когда Беоспехо, Ме Горныхо, Ме Квехо. Значит, простой смысл в этом, что это когда время, время, когда собираешь из Горны, из Якова, то есть собираешь уже готовый урожай домой. Это происходит, значит, в Израиле, я так понимаю, что сажают зерновые перед зимой, собирают их весной, в начале весны, перед Песхом, после Песха, не знаю, когда собирают, потом все лето. А? Что? Да, совершенно верно. В послед время, сразу после Песха, все лето это лежит на поле, высыхает, под солнышком, летом, зимой, летом дожди в Израиле не идут, лежит на солнышке, высыхает, а во время Сукота заносит это домой уже. Почему? Потому что перед дождями, после Сукота, после Сукота начинаются дожди, и это называется хагасив, когда собирают урожай домой. То же самое виноград в это время, уже выдавили виноград и заносят домой уже, так понимаю, что бочки к этому времени, примерно. Втиши, как раз, на самом деле, Втиши это бацир, на самом деле, бацир, бацир это втиший. В это время собирают виноград, собирают домой, сразу выжимают и заносят домой. Наверное, что-то такого типа в это же время, в это же время есть бациль, собирают виноград. И, на самом деле, не знаю, часто раньше уже готов. Но неважно, как будто ни было, так это работает. В это время собирают, и что такое? Когда собирают виноград, это винодавильное, как называется. В это время нужно делать суху, это просто. В это время нужно делать суху, это просто дружь. Из чего делать суху, то есть суха, суха, это всегда суха, горный из ехов. Что такое горный из ехов? Очевидно, что не зерна и не виноград. Что бсолит? Что бсолит? Остатки. Что такое остатки? Это колосья, которые сняли с них, вытащили. Это самые виноградные лозы и тому подобное. Виноградные, эти самые, срезают тоже, эти самые. Грозы, лозы виноградные тоже обрезают. Это тоже все используется, как сах. Значит, то так это учится. Значит, только мы кольтон. Давай тогда оставим это на следующую неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...